МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Мечты сбываются. Прикованный коляске волгоградец рассказал о грандиозном путешествии по России. О приближении выборов в Волгоградскую гордуму напоминают единичные плакаты. На пышную кампанию у избиркомов денег нет. Взятки гладкие. Профессору Волгоградского политеха смягчили обвинительный приговор. Взяли на пробу. В Роспотребнадзоре озвучили итоги проверки овощей из нелегальных теплиц. Роспотребнадзор заявил о безопасности овощей, выращенных гастарбайтерами в нелегальных теплицах и Лавлинского и Градичинского районов. Так называемые целлофановые города растянулись на километры вдоль водоемов. Их деятельность давно вызывает беспокойство экологов и местных властей. В Центре гигиены и эпидемиологии исследовали образцы огурцов и помидоров на нитраты, пестициды, токсичные элементы и ГМО. Все показатели оказались в норме. А вот территория теплиц больше напоминает рассадник, потенциально опасных для человека заболеваний. Пестициды хранятся АБК, причем ряд из них запрещены на территории России. По всем выявленным фактам возбуждены административные дела и направлены в суд. Тихо и скромно оповещают избиратели Волгограда о надвигающихся выборах в городскую думу. До дня голосования остается меньше месяца. Но пока на улицах совсем немного рекламы о предстоящем важном политическом событии. Лишь изредка встречаются баннеры, еще меньше рекламных счетов. Кандидаты также пока делают робкие шаги по распространению агитматериалов. Председатель области Беркома на пресс-конференции признал, что организаторы выборов в своих возможностях ограничены. Пытаемся максимально, конечно, бюджетные ресурсы, учитывая их ограниченность в рамках этой компании, муниципальная комиссия, их экономиз. Естественно, мы понимаем, что возможности и финансовые, и организационные в ходе муниципальной компании для комиссии, они, конечно, намного меньше, чем на выборах федеральных, выборах президента. Но это объективно, мы исходим из этого как с фактом. Тем не менее, комиссия муниципально в рамках своих возможностей максимально, на взгляд, эти возможности использует. Вместе с тем, все привычные избирателям способы оповещения о выборах, как заявил журналистом Виктор Черечукин, будут использованы ролики на телевидении, заметки в газетах и, конечно же, пригласительные, которые члены комиссии начнут разносить по домам за 10 дней до дня голосования. Выборы депутатов Волгоградской гордумы 6-го созыва пройдут 9 сентября. Почти вдвое скостили тюремный срок профессору Волгоградского технического университета Александру Богомолову за незаконное получение 50 тысяч долларов. В фапелляционной инстанции суд решил, что доктор технических наук не брал взятку, а выкусился на мошенничество. Санкция этой статьи гораздо мягче. В итоге вместо 8 лет Богомолов проведет в колонии общего режима 4 года и 8 месяцев. Сам профессор признался, что брал валюту, но якобы для подготовки научных статей. На осужденного, кроме прочего, суд наложил штраф в полмиллиона рублей и запретил ему в течение трех лет после выхода на свободу заниматься преподаванием. В Волгоград вернулся путешественник Алексей Костюченко, который проехал на хендбайке практически через всю Россию. У него нет ног и кистей рук, но было огромное желание посвятить этот пробег 75-летию Сталинградской битвы, рассказать о городе на Волге жителям российских сел и городов, проверить себя, как он говорит, на прочность. Вот на этом велокомпьютере у меня находятся все данные. На этом велокомпьютере сейчас в данный момент цифра 11 587 километров. Это километраж общего пробега за год и 4 месяца. Компьютер мой не врет. В инвалидной коляске Алексею уже 18 лет. Все делает сам. Ставит палатку, ремонтирует бай, готовит, стирает. А еще он поэт, альпинист, дайвер и парашютист. И снова мечтает о новых путешествиях. Говорит, что они у него обязательно впереди. Подробнее об этом удивительном человеке на высоте 102. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова